Андрей Анатольевич, мы рады приветствовать вас в Елабужском институте Казанского федерального университета. Вас приветствуют наши слушатели Зимней исторической школы и ваши студенты. Откликнитесь, пожалуйста, студенты. Да, это приятно. И мы представляем вашу лекцию «Интересы России в Восточной Азии». Пожалуйста. Спасибо большое за приглашение, прежде всего, и за интерес к этой тематике. Ясно сегодня, что в глобальном многополярном мире, в котором игроки действуют на разных плоскостях и по разным аспектам взаимодействия, важно смотреть на все возможные точки соединения интересов ведущих держав. И несмотря на, может быть, по инерции продолжающийся некоторый европоцентризм или зацикленность на Евроатлантике, как на основном театре мировой политики, а сейчас уже, может быть, даже и театре формирующегося противостояния или новой точки напряжения, которое там обозначается, вместе с тем ясно совершенно, что по большому гамбургскому счету ключевые процессы мирополитические и мироэкономические происходят сегодня не в Евроатлантике. Как бы не обидно это звучало для тамошних столиц и лидеров, и даже не в западном полушарии, при том, что там бурно развиваются процессы модернизации, роста, демократизации и ускорения демографических, социально-экономических процессов, которые приводят к повышению уровня жизни среднего в странах Латинской Америки. Вместе с тем все-таки главный фокус мировой политики и глобальной экономики сегодня находится в Восточной Азии. Это трюризм, но от того, что мы его будем повторять, он становится более банальным или менее верным. Поэтому это та аксиома, то исходное допущение, в которое необходимо оттолкнуться для того, чтобы строить корректное понимание того, как распределять ресурсы международного арене государством с тем, чтобы максимизировать свои геополитические и геокономические преимущества. Россия и Азия. Сама постановка вопроса именно в такой формулировке, в такой формуле, конечно, способна вызывать возражения и вопросы, поскольку Россия – это тоже Азия, Россия – это часть Азии. Это примерно то же самое, что прочитать лекцию на тему «Россия и Европа» или «Россия и ее интересы в Европе», поскольку Россия связана настолько неразрывными узлами с Европой и по идентичности, по культуре, по мировоззрению, по историческому прошлому и опыту политического поведения интегрирована в Европу, что для меня, например, Россия также не отделима от Европы, как не отделима она и от Азии. Вместе с тем, геополитически, конечно, некоторые условия изменились за последние 25-30 лет, которые позволяют говорить нам о том, что постановка России и ее интересы в Азии более, что ли, правомочные, больше имеют под собой основания, чем постановка «Россия и Европа» или интересы России в Европе. Дело в том, что когда мы говорим об интересах России в Европе или интересах России в отношении Европы, мы здесь допускаем некоторую терминологическую неточность, вносим некоторую когнитивную путаницу и потом сами становимся жертвами этой путаницы в связи с тем, что под Европой-то мы имеем в виду не Европу, частью которой, безусловно, является Россия, а под Европой мы имеем в виду Европейский Союз, частью которого Россия не является. И тогда, конечно, для того, чтобы этой путаницы и двусмысленности избежать, нужно говорить об интересах России в отношении стран Европейского Союза или Европейского Союза в целом, интеграционной группировки, которая уже все более и более отчетливо стремится, во всяком случае, говорить одним голосом, в отношении крупных проблем, пока, прежде всего, конечно, экономических, но все более и более настойчиво и в отношении геостратегических проблем, политических проблем и гуманитарных проблем. В отношении Азии здесь все не так очевидно и связано это с тем, что после распада Советского Союза, конечно, Россия стала менее евразийской державой, чем был Советский Союз. Здесь нужно все-таки обозначить следующую, понятийную вещь, связанную с тем, что евразийский континент, крупнейший континент на планете Земля распадается на несколько геополитических блоков, связанных с тем, как расстредоточены по этому континенту великие державы, то есть крупнейшие страны, которые обладают наибольшим потенциалом и ресурсом автономного действия, ресурсом независимости, способностью выстраивать внешнюю политику без оглядки на других, способностью защитить себя, то есть обеспечить свою безопасность, не полагаться на других обеспечении своей безопасности. Такие великие державы традиционно составляли разного рода конфигурации, которые на разных этапах истории международных отношений именовались по-разному. Они назывались концерт, как, например, это было в XIX веке. Более традиционное название – это баланс, силы, силовое равновесие. Но так или иначе, крупнейшие державы мировые, это, прежде всего, региональные гегемоны или страны, стремящиеся к региональной гегемонии, они формируют те полюса возмущения, те центры активности, вокруг которых, как вокруг олигополей на рынке несовершенной конкуренции, происходят основные движения и формируется конъюнктура. Скажем, ценовая конъюнктура в основном формируется под действием, если это монополия, то монополисты, если это олигополия, то олигополистов. В случае с мировой экономикой основные тренды, векторы и тенденции развития мировой политики и даже мировой экономики, поскольку это очень тесно переплетенные вещи, определяются тем, где и как рассредоточены великие державы и каково их поведение в отношении друг к другу, в каких отношениях они находятся друг с другом, блокируются ли они или находятся в конфронтации, сознательно ли они поддерживают доктрину баланса сил, уравновешивая друг друга с тем, чтобы не допустить чрезмерного усиления одного и потом иметь в качестве результата этого, в качестве следствия этого войну, как это было, скажем, в предшествующие века. Либо, напротив, проводят такую политику коалиционного маневрирования с тем, чтобы периодически менять свои альянсы, менять союзников, партнеров, поддерживая баланс, не давая никому чрезмерно усилиться. Так вот, с точки зрения этого критерия, того, где находятся ключевые державы, где находятся эти великие державы с большим, прежде всего, наступательным потенциалом, военным потенциалом, то, конечно, Евразия распадается на два таких блока. Это Европа, где традиционные великие державы находятся, которые пребывают, конечно, в фазе упадка сегодня, и в полном мере не могут быть классифицированы как великие державы, поскольку они не отвечают тем базовым критериям определения великой державы, которые я сформулировал несколько выше. Это, прежде всего, стратегическая автономия, стратегическая независимость. Они не свободны от внешних влияний и не самостоятельны в определении своего военно-политического курса, поскольку в вопросах обеспечения своей безопасности они полагаются на внешнюю заморскую державу, которая, тем не менее, поддерживает довольно высокое военное присутствие на их территории и, фактически, в рамках разделения труда, которое сложилось еще после Второй мировой войны, обеспечивает возможность их экономического роста, не обременяя их заботами поддержания военной безопасности, как в отношении внешних угроз, так и, что, мне кажется, очень важно помнить, и иногда это упускается из виду, так и в отношениях друг с другом. И секрет, что среди политологов довольно распространено мнение, что нахождение воинских контингентов США и преобладающее присутствие США в структуре военного потенциала НАТО обеспечивается в том числе и желанием самих европейских стран продолжать опираться на военные рычаги, военные инструменты США с тем, чтобы в том числе поддерживать динамику своего экономического роста и поддерживать тот высокий уровень жизни и модель социального государства, которая сложилась в этих странах после Второй мировой войны, как результат тридцатилетия, славного тридцатилетия роста, от которой, вот эта модель социального благоденствия, конечно, никому не хочется отказываться. Ну и потом история междержавных противоречий в Европе, так сказать, не дает оснований думать, что это благостное состояние и гармония в отношениях между странами продлится вечно, и поэтому присутствие фактора американской военной машины в Европе остается таким некоторым страховочным, психологическим инструментом, позволяющим все-таки эту перспективу полностью, так сказать, исключить из уравнения и изъять ее из этого расклада. Вторым таким блоком является, конечно, Восточная Азия. Это второй крупнейший центр сосредоточения великих держав. Важно отметить, что между ними есть одна общая черта между Восточной Азией и Европой с точки зрения конфигурации великих держав. И там, и там ведущие великой державы с точки зрения проекции силы, с точки зрения комплексной мощи, с точки зрения динамики, инновационности, креативности, развития, является одна и та же страна, и это Соединенные Штаты Америки. В Европе они участвуют в качестве страны-лидера НАТО, которая фактически объединяет военным образом все страны и большую часть стран Европейского Союза, за некоторыми исключениями. А в США она имеет систему двусторонних военных и оборонительных союзов и имеет очень серьезное экономическое присутствие через своих коммерческих партнеров, также имеет развернутые военные контингенты. Таким образом, и тот, и другой блок с точки зрения распределения мощи в значительной степени характеризуется преобладанием одной и той же страны. И действительно происходит перебалансировка на Восток. Она происходит не только в отношении той страны, о которой мы сегодня будем говорить, о нашей стране, о России. Мы говорим о том, что сегодня политика России в Азии, в отношении Восточной Азии, характеризуется метафорой как поворот на Восток. Сегодня все поворачиваются на Восток, и раньше других, наверное, этот поворот на Восток, собственно, начали именно западные страны. Они начали его еще в период колониального прошлого, и в разных реинкарнациях продолжали, и продолжают до сих пор. И политика перебалансировки на Восток была одна из стержневых доктрин внешнеполитических Барака Обама при Трампе. Она, можно сказать, только усилилась, и нет никаких оснований полагать, что перебалансировка на Восток как стержень внешнеполитического курса США претерпися к кому-нибудь существенные изменения содержательные и при новом президенте Джо Байдене. Как в этой ситуации выглядит Россия? Россия после распада Советского Союза в 1991 году стала, конечно, менее азиатской державой. Дело в том, что и Российская империя до 1917 года, и Советский Союз с начала 20-х годов до конца 80-х были евразийскими державами. Не в географическом смысле, потому что географически совершенно очевидно, и сегодня Россия является евразийской державой. Более того, нашей внешнеполитической идеологии присуща идеологиям евразийства. Это не совсем то евразийство, которое разрабатывалось нашими философами, первыми евразийцами 20-30-х годов, но это евразийство в том смысле, что мы видим в себе как страна, которая экономически, политически, транзитно может выступать источником очень важной связанности континента Евразии, которая открывает дополнительный потенциал экономического роста и развития, повышения качества жизни, повышения качества и скорости социально-демографической мобильности, например, на этой гигантской территории, как страны, которая способна связать экономические потенциалы Европы и Китая для того, скажем, чтобы реактивировать и поддержать экономический рост стран Центральной Азии. Да, все это, естественно, относится к современному пониманию доктрины евразийства, на этом строится концепция Евразийского экономического союза, на этом строится идея сопряжения Евразийского экономического союза и идея одного пояса, одного пути китайской инициативы, о чем в 2013 году наши лидеры договорились, и это сегодня активно воплощается в жизнь. Но когда я говорю про Российскую империю или Советский Союз как евразийские державы, я имею в виду то обстоятельство, что и то, и другое государство в равной степени участвовали в балансе сил, то есть в равновесии стратегических возможностей и военных потенциалов, которые в то время существовали и в Европе, и в Азии. Другими словами, Российская империя и Советский Союз были полноправными участниками баланса сил в Европе и обеспечивая этот баланс сил, фактически были ключевым звеном в уравнении баланса, в уравнении равновесия в Европе, поддерживая там стратегическую стабильность. Кто-то скажет, что это была негативная стабильность, основанная на балансе устрашения и балансировании зубов вооруженных армий, к тому же подкрепленных ядерным потенциалом, но вместе с тем это был очень успешный пример баланса, пример держания равновесия. И балансиром с восточной стороны выступал Советский Союз. Так вот, в Восточной Азии такую же роль и так же играли наши страны в случае с Российской империей. Это было участие наше очень активное в борьбе за обустройство. Центральная Азия – знаменитая большая игра. В случае с Восточной Азией, конечно, это наше присутствие в Восточной Азии, в Китае, в Маньчжурии, наше отношение с Японией, наше отношение с Кореей, наше отношение с теми колониальными европейскими странами, которые имели колонии в той части мира. Одним словом, мы присутствовали как игрок именно стратегический, игрок военный. Что произошло в Советском Союзе? В Советском Союзе та же самая ситуация повторилась, но с некоторыми, естественно, модификациями, с управками на время, на специфику ситуации. Мы участвовали в балансе силы в силу того, как закончилась Вторая мировая война, в силу итогов Второй мировой войны. Мы участвовали там в силу того, что приобрели там значительное число союзников, которые избрали нашу модель социально-экономического и политического развития. Мы поддерживали их как своих сателлитов. Такой термин использовался. Может быть, не вполне политкорректный, но отражающий в целом ту ситуацию. Это выражалось в том, что сформировалась мощная ось взаимной поддержки СССР и Китай, которая со временем стала подвергаться эрозии. Это выражалось в том, что мы поддержали дружественные нам режимы на севере Кореи, на севере Вьетнама. И имели целый ряд военных договоров, которые фактически означали предоставление нами этим странам, дружественным нам гарантии безопасности, точно так же, как такую же систему гарантии безопасности и обязательств имели Соединенные Штаты Америки. То есть мы в военном отношении, как великая держава, которая характеризуется, прежде всего, мощным наступательным потенциалом и способностью проецировать силы на стратегические расстояния, мы участвовали в балансе сил в Азии. И в этом смысле мы были не просто европейская, не просто азиатская держава. Мы были европейско-азиатская держава или евразийская держава. Что изменилось после 1921 года? После 1991 года Россия географически сжалась, ее территория уменьшена за счет, прежде всего, государств, которые относились к Советской Средней Азии и за счет Казахстана. Эти страны приобрели самостоятельность, стали развиваться автономно от России, поддерживая с ней преференциальные узы сотрудничества. И нам очень, безусловно, приятно, что отношения дружественные не только сохранились, но и сегодня преобразуются в новое качество интеграционных связей в рамках ЕАЭС. До ЕАЭС это были другие форматы, но вместе с тем территория нашей страны, ее политическое пространство, оно сжалось до тех пределов, которые вкупе с изменением распределения населения на территории России, то есть значительной миграцией российского населения из восточных районов, дальневосточных районов, районов Сибири на территорию Европы, все это привело к тому, что Россия стала более европейской стороной, геополитически более европейской стороной. Она в меньшей степени стала присутствовать в Азии, если мы будем сравнивать такие сырье могущества. Это население, присутствие населения, и это экономический потенциал. Районы Сибири и Дальнего Востока, это Россия, одни из наиболее отсталых, депрессивных, менее развитых районов в целом. Есть, конечно, там крупные города-миллионники находятся, есть точки роста территории, которым обеспечены особые права с точки зрения развития экономики, представляется льготный налоговый режим, и это привлекает инвестиции. Понятно, что очагово развитие там, местами идет довольно интенсивно, активно, и мы наблюдаем все повышающуюся динамику. Но в целом эти районы относятся к числу депрессивных районов. Связано это, прежде всего, с климатическими условиями, с проблемами транспортной связанности этих территорий, замкнутости на Москву, очень часто при организации логистики, перемещения людей из региона в регион, на территории Сибири или Дальнего Востока, очень часто приходится делать через Москву. Одним словом, качество жизни, которое определяется как совокупность не только, собственно, показателей экономического роста, но и показателей связанности территории, доступности услуг, наличие развитой инфраструктуры, в том числе и социальной. Вот по этим показателям, конечно, эти регионы очень сильно ослабли, и экономический потенциал, в том числе инфраструктурный и инновационный, связанный с созданием новых отраслей промышленности, также существенно снизился в отношении к тому, что параллельно происходило в Восточной Азии. В Восточной Азии, конечно, благодаря росту Китая, последовательному и неуклонному, начиная с 1978-1979 годов, благодаря наличию там стран быстрого развития, так называемых азиатских драконов первой и второй волны, это и Тайвань, это территория, и Таиланд, и Республика Корея, ну, естественно, Япония, как, собственно, уже традиционный центр такого западного, по сути, капиталистического треугольника, эта территория стала очень заметно нависать над нами с точки зрения диспаритета в соотношении экономического потенциала. То есть возникает очень сильный дисбаланс, демографический дисбаланс, социальный дисбаланс, экономический дисбаланс, дисбаланс инновационный и, самое главное, дисбаланс военный, потому что мы утратили своих основных военных союзников в Восточной Азии. Прежде всего, это касается Китая, но это еще до распада Советского Союза произошло. А Соединенные Штаты Америки напротив, сохранили эту сеть военных союзов и продолжили активно участвовать в жизни тех стран, с которыми их связывали преференциальные отношения еще в годы Холодной войны. И вот возникла такая опасная ситуация, когда Россия имеет гигантские пространства к востоку от Уральских гор, когда в этих пространствах, в недрах этих пространств залегают ценные, полезные ископаемые, когда мы имеем протяженную границу, хоть и полностью регулированную на сегодняшний день и образующую поезд для Софетства, но большую границу с территориями и странами, которые значительно превосходят нас по совокупной мощи. Если говорить в целом, скажем, о Китае, то они превосходят нас и по другим многим компонентам этой мощи, если только не брать узкую сферу стратегической безопасности, а именно ядерное вооружение. И вот эти все обстоятельства, они объективно совершенно диктовали изменения внешней политики России в том виде, в котором она сложилась в 90-е годы. Политики преимущественной ориентации на западные страны, которая ассоциируется с именем первого министра иностранных дел Козырева. Ее можно условно назвать, эту политику, по политике демократической солидарности. И она имела не только объективные предпособы, хотя о них не нужно забывать. Конечно, Россия в 90-е годы была беспокойно и озабочена гораздо больше проблемами конфликтности на своих границах в странах бывшего СССР и внутри своей страны. Была озабочена проблемой стабилизации основных жизненных систем. Это прежде всего валютные системы, обеспечивающие базовых публичных благ на территории Российской Федерации. В какой-то степени еще и выполняла функцию гаранта безопасности финансовой и социальной в ближайших странах, соседях. Поэтому, конечно, ей было, условно говоря, не до выравнивания своей геостратегической позиции, потребность которой была очевидна, но ресурсов на это просто объективно не хватало. К 96-97 году такого рода переориентация и ее необходимость была осознана на высшем государственном уровне, и политика азиатская России была продекларирована как внешнеполитическая доктрина и была персонифицирована вполне конкретным политическим деятелем Евгением Максимовичем Приваком, который стал в 96-м году сначала министром иностранных дел и чуть позднее стал премьер-министром нашей страны. Он сформулировал знаменитую формулу равноудаленности, многополярности, провозгласил приближение многополярного мира в своей знаменитой статье «На горизонте многополюсный мир». Подписал первую тогда декларацию с Китайской народной республикой о строительстве многополярного мира, о приверженности концепции многополярного мира. И в конечном счете именно ему принадлежала идея выстраивания многовекторной политики с акцентом на дружественные и стратегические отношения с ключевыми странами Востока. И в качестве этих стран он обозначил Индию и Китай, видя в них будущие великие державы, которые придут на смену традиционному концерту, видя в них потенциал той стратегической автономии и независимости, которая позволит им повысить свой голос на международной арене и говорит на равных с теми странами, которые по инерции рассматривают себя законодателями мод и норм, и правил, но в действительности конечно очень сильно будут уступать со временем. в силу того обстоятельства, что их продуктивность, их производительность будет снижаться, так как их демографический потенциал и производительность на душу усиления будет неизбежно все больше уступать производительности Китая и Индии. Просто в силу совершенно другого порядка цифр в оценке демографического ресурса каждой из этих двух стран. Таким образом, поворот России на восток это не нечто продиктованное обострением российско-западных отношений начиная с 2014 года. Это вполне осознанная политика, которая проводилась как минимум с 1998-1999 годов. Надо сказать, что Россия и восток конечно и раньше сталкивались именно как фронтир и фронтир когда-то еще в период монгольского ига вообще, можно сказать, находился в Европе. Россия фактически была этим приграничным взятским государством, которое защищало Европу от натисков тогда империи Чингисхана, до этого ключевых набегов. Но вот этот фронтир все время смещался на восток благодаря колонизационной политике России и по характеру этой колонизационной политики в историографии ведется дискуссия. Традиционный наш взгляд российский, сегодняшний, унаследованный во многом из советской историографии, в основном акцентирует мирный характер колонизации, связанный с тем, что мы приносили прежде всего защиту Российской империи, Российской корону. И вместе с тем рынок российский также ставился частью общего евроазиатского рынка и это приносило преимущество обеим сторонам. Есть другие исследования, которые выявляют эпизоды довольно жестокого обращения с местным населением в период колонизации. Но здесь в данном случае учитывая историческую эпоху, мера этой жестокости нисколько не выделяется на фоне тех жестокостей, которые творили, скажем, американцы, американские колонизаторы, когда осуществлялось освоение, фактически вытеснение с коренных земель местного населения в Северной Америке и так далее. Значит, вот этот фронтир, он европейско-азиатский, связан с государственной границей России. И в каком-то смысле сегодня граница наша с Азией, это не только граница России с Азией, если смотреть на это в перспективе исторического континуума, это в каком-то смысле тот самый постоянно движущийся на восток фронтир, коммуникативный фронтир взаимодействия, взаимоотношения Европы и Азии. И здесь, конечно, существует проблема идентичности, проблема встраивания России в азиатские процессы. На мой взгляд, для того, чтобы у России получилось действительно в полной мере переориентироваться на восток и стать полноценным участником азиатского порядка, азиатского баланса сил со всеми его особенностями, со всеми его историческими условностями, которые нужно принять и сделать частью своей идентичности, вот здесь проблема в том, что, конечно, Россия, российское население, оно не рассматривает Азию как часть комплекса российской идентичности. На эту тему есть исследования, они довольно многозначительные, и многие из них указывают на то, что одной из проблем поворота России на восток является не только то, что за многими есть стран, к которым мы хотим повернуться, за исключением Китая в данном случае, стоят Соединенные Штаты Америки, которые мешают этому повороту на восток. Это действительно так, это прагматика, это стратегическая сторона вопроса. Но есть еще и психологическая проблема поворота на восток. Это традиционная ориентация российской элиты, политической и бизнес-элиты, финансовой элиты, банковской элиты деловых кругов на Европу, которая укоренена психологией и воспроизводилась на протяжении многих поколений. Культурно российское население очень слабо ассоциирует себя с азиатской культурой, рассматривает как идентично с чуждой ареал, интересный, привлекательный, стимулирующий все больше интерес, что проявляется в том, что сегодня стремительными темпами растет число школьников, изучающих китайский язык, издающих китайский язык в рамках государственной аттестации при окончании школы. но вместе с тем нужно учитывать, что по опросам мало кто отождествляет себя с Азией как с культурным ареалом, которому принадлежит или тяготеет Россия. Вот такой парадокс. При том, что 30% населения нашей страны живет за Уралом, две трети территории находятся за Уралом, вместе с тем только 18% российских граждан полагают, что Россия является азиатской или частично азиатской страной. То есть повторяется вот та идея, которую я сказал чуть выше, о том, что российская государственная граница на востоке, в том числе граница с Северной Кореей, морская граница с Японией, наша граница с Китаем. Это некий исторически постоянно переносимый на восток фронтир, культурно-коммуникационный фронтир между Европой и Западом. Поэтому осуществление полноценного поворота России на восток невозможно без изменения вот этих массовых стереотипов. Массовые стереотипы меняются дольше, труднее, они меняются, они более инерционны, в отличие от элитных стереотипов, но они поддаются изменению, они поддаются изменению благодаря изменениям в сознании элит. Элитные стереотипы могут быть транслированы через соответствующие школьные программы, через систему образования, через посвятительство, через работу исследовательского сообщества, через средства массовой информации, это занимает время, но в течение одного поколения такого рода переориентация возможна. Это показывает опыт примирения, скажем, немцев и французов, немцев и англичан в Западной Европе, что эмпирически верифицируется, проверяется изменением в числе смешанных браков между этими нациями в Европе, скажем, после Второй мировой войны, и сейчас детей от этих браков, их доля, она растет, число браков растет, и, конечно, вот в этих ужасах прошлого, которые разделяли эти страны, особенно Франция и Германия, если говорить об области их военной конфронтации, они, конечно, все больше и больше стираются с памяти молодого поколения, и, честно говоря, даже притушевываются, если не полностью выжигаются из соответствующей учебной историографии. Но это же должно произойти и в России, если мы хотим, чтобы поворот на Восток был не ситуативным моментом, а полноценной политикой, которая приведет к полноценным многофакторам результатам, результатам, не только связанным с тем, что мы сможем продемонстрировать миру, что у нас есть союзники, военные союзники, политические союзники, крепкие экономические союзники, но что наше взаимопроникновение с этими странами является по-настоящему глубоким и многослойным, что касается и развития культурных связей, гуманитарных связей, связей на уровне студенчества, на уровне преподавательских обменов, на уровне совместных исследовательских проектов. Вот этого, к сожалению, пока недостаточно, этого очень мало, хотя потенциал здесь огромен, демографический потенциал и интерес у отдельных исследователей. Ясно, что сегодня в Китае создаются мощнейшие университеты, уже действует отстроенная по самым современным канонам и стандартам исследовательская инфраструктура, это видно по глобальным предметным рейтингам университетов и научных организаций, где доля Китая в топ-100 предметных общих рейтингов растет. Конечно, есть с кем сотрудничать, но вы понимаете, что стереотипы очень часто этому сотрудничеству мешают. Кстати говоря, аналогичные стереотипы существуют и в этих странах, в странах Восточной Азии. Для того, чтобы это движение было полноценным, эффективным и результативным, проявлялось в тех формах, о которых я говорил, в форме подлинного слияния не только на уровне лично хороших отношений к руководителям, не только на уровне совместных военных учений, не только на уровне построения крупных инфраструктурных сооружений или ниток нефти и газопроводов, что у нас есть. Но очень важно, чтобы стереотипы в отношении России менялись в ту же сторону, в которую менялись стереотипы у нас, у русских, у россиян, и на массовом публичном уровне в отношении Востока, в отношении, например, Китая, в отношении Японии. Но этого ведь не происходит. В Китае на официальном уровне в России исключительно хорошее отношение. Это именно то, благодаря чему мы, несмотря на все опасения, которые высказывались в связи с возможностью превращения России в сырьевых предаток Китая, младшего брата Китая, в следующую созависимость от Китая, не скоординированность экспорта и импорта, когда ясно совершенно, что по соотношению добавленной стоимости выигрывает с каждым разом, в каждом шаге Китай, а не Россия. Мы повернулись в Китай. Почему? Потому что психологически элите было комфортно работать с элитой Китая, оказывающей нашей элите уважение, знаки уважения, в отличие от западной элиты, которая к нашей элите таких знаков уважения не выказывала, особенно после обострения 2014 года. Но на массовом уровне, на уровне исследователей, этих изменений пока не произошло. Видимо, еще это поколение также, так сказать, не усвоило новый штамп о России, что по-прежнему действуют старые штампы, штамп о России 90-х или штамп о России конца Советского Союза, когда Китай уже начался и вовсю шел бурный рост с конца 70-х годов, а СССР все искал пути динамизации своей экономики и, в конечном счете, распался. И вы знаете, что сегодня высшее образование Китая ориентировано на западные страны, прежде всего, не на российские университеты. И именно получение магистратских дипломов в Великобритании, в Австралии, в Канаде, в США дают важные карьерные преимущества китайским выпускникам, молодым людям, которые потом возвращаются в Китай и занимают ведущие позиции в разных индустриях. В правительстве, условно говоря, магистратура из Оксфорда это прописка в центре Пекина. Можно привести такую формулу, это действительно такая прагматика жизни, правда жизни. Это есть. Почему не МГУ? Почему не МГИМО? Конечно, поток расширяется. Он расширяется по тем специальностям, по которым у нас хранились конкурентные преимущества. Но престиж образования как такового, безотносительных специальностей, я не беру инженерию, не беру компьютерные науки, не беру медицину, этот престиж растет, но пока еще недостаточными темпами, необходимыми для того, чтобы такого рода стереотипы перебороть. Я думаю, что с точки зрения времени, которое мне было выделено, я сказал, наверное, все, что должен был и хотел самого важного. Я в данном случае хотел бы просто повторить, что российский поворот на Восток это явление сегодня надолго, оно многомерное, оно началось до 2014 года и имеет под собой объективные предпосылки, связанные с необходимостью возвращения России статуса полновесного участника регионального баланса сил в Азии, куда сегодня смещается центр не только мировой экономики, но и мировой политики. Этому способствует тот факт, что страны эти лучше восприняли ситуацию 2014 года, и даже эти страны, которые ввели санкции, например, Япония, ввели их фактически в таком номинальном режиме, что не повлияло качественно на содержание двусторонних отношений. Этот поворот связан с необходимостью динамизации процессов подтягивания регионов, действительно депрессивных регионов, хуже развитых регионов в отношении к Европе, Европейской части России, регионов Сибири и Дальнего Востока. Ну и, наконец, третий компонент поворота это идея, которую президент Путин обозначает как идея интеграции-интеграции или идея Большой Евразии, идея превращения России в центр пространства или полюса экономического соразвития, совместного роста наряду с бывшими странами республиками СССР, но также и странами, которые хотели бы, видя в нас и в этом источнике роста альтернативу условному вашингтонскому консенсусу, развиваться в таком совместном режиме. И здесь, конечно, идея ЕАЭС как ядра вот этой новой большой Евразии в сопряжении с шелковым путем, с одним поясом, одним путем только доктрины, которую вы двигаетесь и поддерживает Татай, является стержневой. Другими словами, есть три компонента, отражающие три цели внешней политики, причем они, в чем их сила, в чем силы связки этих трех компонентов. в них переплетены очень тесно задачи внутреннего роста российского, социальной стабилизации, поддержания высокого уровня территорий, без чего невозможно обеспечить сохранение целостности страны, ее связанности, равномерного распределения ресурсов и качества жизни. Связано это с одной стороны, с другой стороны, внешний компонент связан с тем, что Россия, как великая держава, должна, обязанность, она хочет этот статус сохранить, обязана поддерживать свое участие не только в европейском балансе сил, где она присутствует в силу своего размера, в силу своего географического наличия, но и статус в том балансе сил в восточно-азиатском, где, собственно говоря, и будут вершиться судьбы мировой политики в 21 веке. Спасибо большое за внимание. Андрей Анатольевич, спасибо большое. У нас действительно очень серьезный регламент, поэтому вопросы, если будут, то очень коротко. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Я студент МГИМО, первый курс международные отношения. Как приятно. Меня зовут Сабыржан. Я буду из Казахстана. Хотел бы задать вопрос. Какие общие интересы есть между постсоветскими странами и Россией? Если вдруг возникают разногласия, какие способы они используют для принятия общего решения? Спасибо. Это очень важный вопрос. Вы знаете, наши западные коллеги, они часто не понимают природы и специфики отношений между Россией и бывшими постсоветскими странами. Честно говоря, само обозначение бывших постсоветских стран или страны бывшего Советского Союза, конечно, оно может обижать эти страны. И я понимаю, это прошло уже столько лет, что пора перейти к какому-то новому этапу. Другое дело, что почему-то ни у кого не получается этот этап никак обозначить по-нормальному. Вот мы говорим постсоветские страны, постсоветское пространство, постсоветский период. Насколько это адекватно? Ведь вспомним, допустим, 1917 год, создание Советской России, Гражданская война, потом начало 20-х годов Советский Союз. Я считаю, вот сейчас у нас прошло с 1991 года, прошло уже сколько, 20, ну, грубо говоря, 25 лет. И перенесемся в какой-нибудь 30-й год, 30-й год 19-го века. Это уже не постсарская Россия, это уже другая Россия. То есть, она привела другое качество, и каждая из республик уже осознавала себя частью некого нового этапа и нового процесса. А вот в нашем случае этот новый этап или новый процесс, если он наступил, то мы, как ученые, видимо, не справляемся с тем, чтобы придумать этому этапу подходящее адекватное название. Так вот, эта постсоветскость поражается прежде всего в том, что все наши страны, Россию, Казахстан, Белоруссию, Украину, не побоюсь этого утверждать, и другие страны, продолжают населять постсоветские люди, мои родители, ваши родители, носители тех ценностей и норм, отчасти той идеологии, того отношения к жизни, которая культивировалась очень успешно через очень успешную массовую культуру, которая в Советском Союзе описывалась, как вы помните, термином новоисторической общности «советский народ». Общая система воспроизводства элиты, ее ротации, ее образование привела к тому, что и сегодня у власти на разных уровнях, на разных этажах властной конструкции в этих странах находятся люди, которые очень хорошо понимают друг друга и очень хорошо умеют договариваться, пользуясь не только одним языком лингвистически, но и одним понятивным языком. Это первое, что я хотел подчеркнуть. Поэтому и договариваться им проще. Второе. Создана довольно богатая инфраструктура межгосударственных отношений на разных уровнях. Ее таким наиболее широким проявлением является структура СНГ, которая по-прежнему функционирует, как форум для обсуждения наиболее острых проблем, но если секторальные, субрегиональные организации, секторальные по функциональным областям, субрегиональные по регионам, и, наконец, наиболее продвинутые формы, это вот союзное государство России и Беларуси, или ЕАЭС, где существует заявка, и эта заявка довольно неплохо утворяется в жизни. На экономическом уровне так точно неплохо, во всяком случае, я когда однажды был приглашен в Иналько, в французский институт восточных культур и языков, выступать на тему евразийской интеграции, еще до меня выступал докладчик, француз, который объявил ЕАЭС самым продвинутым интеграционным объединением после ЕАЭС, его слова, не мои, то есть объективно, по разным параметрам это признается в академическом сообществе, причем настроенном довольно антироссийски, тем не менее, это констатируется. В чем же интерес? Ну, российский интерес я пытался обозначить. Для России, как для великой державы, важно понять, любая великая держава это крупнейшая держава в своем пространстве региональном. Не только потому, что это гегемон, который всем диктует свою волю. Нет. Это привлекательное ядро, к которому хочется стремиться, потому что оно дает возможность для динамизации своего собственного роста. Почему стремятся к Европейскому союзу? Потому что это гигантский внутренний рынок, который дает возможность экспортерам разных видов продукции развиваться экономически. То же самое в отношении США, в отношении объединенного рынка США, Канады и Мексики. Так вот, и России, если она хочет быть великой державой, необходимо, чтобы ее воспринимали не только как великую державу с ядерными ракетами, так и великую державу с рынком, технологиями и условиями торговли и инновационной деятельности, приобщение к которым, к которым, к этим рынкам, возможностям дает шансы на ускоренное экономическое развитие. Вот интерес России. В чем интерес стран Центральной Азии? Мое мнение, что интерес Центральной Азии заключается как в том, чтобы быть частью внутреннего рынка России с точки зрения своей экономической программы роста, но и в том числе использовать Россию как посредника своих тоже очень выгодно в взаимоотношениях, скажем, с Китаем, потому что взаимодействие с Китаем экономически выгодно, но китайские намерения до конца непонятны. Центрально-азиатские страны уступают, тут не нужно пояснять, уступают по своему потенциалу Китаю, а вот вместе с Россией вести переговоры с Китаем в рамках и АЭС и у каждого равный голос и Россия выступает вместе с вами на общей переговорной платформе. Это политически более надежно и хеджирует определенные геополитические риски, связанные с зависимостью и слабостью переговорной позиции, если эти страны будут напрямую выходить на переговоры с Китаем. На мой взгляд, в этом. Спасибо большое за содержательный ответ. Благодарим вас за вашу увлекательную интереснейшую лекцию. Спасибо большое. У нас мы завершаем тогда ваше... Спасибо вам. Мне было очень интересно здесь поучаствовать. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо.